Всем привет! Добро пожаловать на канал! Добро пожаловать в часть 2 обзора находок со свалки-барахолки в США. Если вы помните, то я была на свалке-барахолке, я нашла 49 паундов очень много всяких люксовых дизайнерских брендов, и потом я была в Salvation Army. Я вам показала немножко в первой части, и сейчас во второй части я покажу все остальное. Я думаю, что сегодня у меня получилось... Я кое про что забыла? У меня сегодня получится для вас еще больше вещей, чем в первой части показать. Поэтому видео сегодня будет немножечко подольше. Запаситесь терпением, запаситесь чашечкой кофе или чая, и мы начинаем наш обзор. Поехали! Начнем отсюда. Еще у меня много всего на... Вот здесь и сбоку, потому что у меня нету больше вешалок. Так, начинаем с нашей вешалки. Вот такое, я думаю, что это как платье такое. Платье-свитер, скорее всего, что-то называется... Написано размер light. Фирма называется Primark Cares. Primark Cares. Первый раз я люблю такую фирму, но я решила взять попробовать. Это материал ничего особенного. Я взяла, потому что хорошее, качественное, в отличном состоянии, как новое. Так, дальше следующая теория. размер Petite Tall. Tall Petite. Вот такая простенькая белая классическая женская рубашка. На свалке барахолки начала, поэтому подобрала. Если бы увидела в обычном сакангенде, то не взяла бы. Дальше. Здесь у нас Abbey, Crombie & Fitch. Одна из моих любимых фирм. Размер Small. И это получается рубашка-платье. Short dress, как называется. Mini. Отсутствует у нас поясок. Здесь есть кармашки. То есть, оно до колена у вас будет. До колена. Такая хорошая, качественная. Возможно, что здесь есть немножко льна. Давайте посмотрим, что входит в состав нашей рубашки-платья. Так, где? Что? Да, я была права. 55% льна и 45% виск-плаза. Хорошая, качественная вещь. Так, Yellow Bean Relaxed Fit. Размер Small. Я думаю, что это винтажная вещь. Это рубашка-фланелевая. Такие вот дизайны фланелевые. Очень хорошо продаются. Размер Small. Возможно, что она мужская Small. Хотя... Подождите, давайте посмотрим. У нас никакого нет. Женская. Это женская рубашка. Я ее купила в Salvation Army. Если вы помните, в Salvation Army я платила 50% за белые таги и за все остальное 25% спичка была. Так, это у нас J.Crew. Размер 14. Женская блосточка вот такая вот. Очень приятная, замечательная. Тоже, я думаю, нашла ее в этом же магазине. Также Salvation Army нашла... Как хорошо, что я зашла в детский отдел. Там я нашла вот такую вот The North Face детская курточка. Она была примерно... Думаю, что 6,99 или 5,99. Плюс она была на 50% скидки. То есть я за нее заплатила долларов 3-4, наверное. А продам я ее долларов за 35-45. Вот. Так, вот это винтажный свитер, который я нашла на свалке барахолки. Фирма называется Perry Ellis America. Нужно немножко его привести в порядок. 55% шерсти, 45% хлопка и сделан в Гонконге. В Гонконге уже никто ничего не делает, поэтому сразу можно... Знаем, что она винтажная. Упс. Нашла вот эту блузку, но уже после того, как я ее взяла, я поняла, что это не просто J.Crew, это J.Crew Outlets. Две сточки, видите? Это те магазины, где все на распродаже. Но она обошлась мне буквально долларов за два, поэтому пусть будет хороший размер, лач. Поэтому я думаю, что смогу ее продать. Так, что это у нас? Это у нас кардиган из свалки барахолки из той же самой, мне кажется, серии, из того же самого бина. Что за материал? Хочу подать. 20% wall. Я даже не знаю, что за материал. Фирма называется Lens & 1X. Он у нас тоже идет без пуговичек. Мне, честно скажу, нравятся такие кардиганы, open front, без пуговичек, без всего. Просто надела и вот так вот за хлестнув, как говорится, и пошел дальше. Так, это у нас фирма Int International Concepts 2 Extra Large. Это женская блузка. Она абсолютно новая, с этикеткой. Была она на скидке 40% и стоимость она была 59,70. Видите? Я ее выставлю долларов за 35, наверное. Это у нас Эдди Брауэр. Размер 2 Extra Large. Такая вот ветровка. То ли мужская, то ли женская. Женская, наверное. Да, женская такая вот простенькая ветровочка. Долларов за 25, я думаю, мы можем подать. Да, конечно, пусть все падает. Так, взяла свою любимую фирму One Year Twins. Детская вот такая вот с длинным рукавом. Я ее взяла, потому что она в отличном состоянии. Она как новая, поэтому я решила взять. Много я с нее не заработаю. У вас ваш этот кит и на рукаве также у вас написано название фирмы. Много я с этой вещей не заработаю, но продам, думаю, быстро. Нашла два одинаковых платья от фирмы Америка. Не American Outfitters, а Urban Outfitters. Размер Small и Размер Medium. Это Small, это Medium. Urban Outfitters. Вот такая вот голубенькая и вот такое вот бежевое платье. Small и Medium. Но я их буду продавать по отдельности. За сколько я пока еще не знаю. Так, детский спайдер. Размер Medium. Такая вот модолазка. Одеваешь ее под низ и поехал на лыжах. Очередная вещь от фирмы Кос, которую я пока не могу понять. То ли это платье, то ли это футболка. Написано размер Extra Small. Но как она может быть размер Extra Small? Может быть это мужская футболка, размер Extra Small, но она до колена. А может быть это рубашка, футболка, платье Extra Small. Поэтому я не знаю. Не знаю. А длина до колена. Возможно даже и что это футболка до колен, как платье, которое нужно будет узнать. Так, это у нас один. Это у нас получается Nike Dry Fit. Такое вот лого здесь есть. Я думаю, что это возможно винтаж, а возможно и нет. Найковское лого у вас есть здесь вышитая на рукаве. Такая вот замочка мужская вещь. Джей Джилл. Тоже одна из моих любимых фирм. Размер Extra Large. Черная, я думаю. Ну это просто женская футболка. Обычная такая. Она болит. Она тоже в принципе до колена. Не надо футболка 100%. Она просто такая оверсайз, возможно. Ну а я знаю. Так. От Nike. И я снова начала подбирать Nike. Такая вот женская три четвертых зипа. Водолазка. И внутри у вас, видите, как взяла она. Я находила точно такой же, только фирма была не Nike. А как же она называлась? Как-то она букву M. В первый раз я находила ее быстро продала. Вот именно такой стиль, такой дизайн хорошо продается. Поэтому я решила взять. Долларов за 20. Думаю, можно будет продать. Это у нас Hello Kitty от фирмы Uniqlo. Uniqlo. Размер Medium. И вот здесь вот холодчик. Классная футболка. Женская, простая Medium. Небольшая, не маленькая, но Medium Medium. Прямо футболка, как говорится. Еще одна вещь от фирмы Teori. Размеры Latch. Это обычная женская футболка. Просто черная. Не просто черная. С дырами. С дырами в виде happy face. Видите, глаза. А здесь у вас типа рот. Улыбающееся лицо. Над вами смеющийся. Смеющийся надо мной. Что, я подобрала эту футболку и не заметила. И она надо мной смеется. Бывает. Но ничего страшного, если я здесь немного потеряла. Меньше доллара, я думаю, потеряла здесь. Со вчерашнего барахла и со свалки-барахолки три вещи я уже выбросила. Насколько я была в предвкушении, что столько всего хорошего нашла дома. Только я заметила. Две я вчера заметила, что там есть какие-то недостатки, какие-то дырки. А эту я уже постирала и заметила только сейчас. Вот так вот. Вот это, мне кажется, винтаж. Dallas Cowboy. Это наш местный футболисты наши. NFL. American Football, который, а не Сака, который. Это Lily Police. Размер medium. Это я нашла в Salvation Army. Вот такая вот поло-шорт. Здесь у вас есть такие вышивки. Ее доллара за два, за три ее купила. Она была на селе. Вот эта вещь. Также из Salvation Army. Это All Saints. Размер Latch. Это лен. Футболка. Мужская. Если вы помните, месяц, наверное, два месяца назад я находила тоже вещи. Очень много вещей от All Saints. И достаточно быстро за 20-25 долларов эти футболки все разлетелись. Так, здесь у нас Aeropostale. Размер Latch. Взяла ее, потому что она винтажная. Смотрим. Здесь я еще одну вещь нашла от фирмы Spider. В одном джибине были. Должен буду продавать по отдельности. Free People. Размер Extra Small Tall Petite. Рукава такие, знаете, не длинные, не короткие. Наверное, три четвертые рукава. Такая приятная вкладочка. Так. Здесь у меня фирма Airy. Очень хорошая фирма. Что бы я от нее не брала, продается все очень быстро, очень хорошо и за хорошие денежки. Здесь у вас смогу такая, видите, завязка есть. На свалке барахолки нашла от футболков. Так, просто обычная Nike долларов за 12-15. Я думаю, смогу ее продать. Размер какой? Medium. Майка без рукавов. Майка-алкошка. Простая майка. Ничего себе. Это футболка из Salvation Army. Фирма Lucky Brand. Размер Latch. Здесь написано у вас. Любовь. Доллара за два она мне досталась. Она была на распродаже. Я решила взять, потому что вот это вот. Очень глубокий, кстати, вырез здесь. Очень интересно. Это снова Abing Crumbie & Fitch. Здесь у вас спереди вот так вот завязывается. Ваше лого. И это же детская футболка. На 15-16 лет. Очень тоже хорошие, качественные вещи у Abing Crumbie & Fitch. Так, вот такая футболочка. Вроде простая, обычная черная футболочка. Она была в том же бине, где все вот эти дизайнерские вещи я нашла. Здесь просто какие-то, знаете, точечки такие элементы есть. Простенькая, да, такая футболка. Сзади у вас есть замочек. Ну, вот фирма называется Acris Punto. Acris Punto. И я посмотрела эту фирму и вот такие простые футболочки. И там продаются за 300-400 долларов. Представляете? Да? Здесь есть кое-какие пятна. Я ее не стала стирать со всеми вещами в машинке. Я ее оставила. Я хочу ее постирать, замочить отдельно. Потому что здесь уже, видите, это отлетает. Если я еще постираю в машинке, это вообще все точно отлетит. Ну, хотя внутри есть этикетка, в принципе. Здесь все написано. Стопроцентный алюминий. Не поняла. Хотя нет, здесь фирма на трене написано. Вот такие вот вещи есть. Первый раз я такую фирму узнала. Еще они взяли, но мне показалось интересно. Дальше я нашла вот такие вот замечательные женские брючки. от фирмы Филипп Лим. Я эту фирму уже находила. 3.1 Филипп Лим. Я находила такую фирму в обычном секонд-хенде. И мне она показала, что это Филипп Клейм фирма. Но это оказался Филипп Лим. Дошель недешевая фирма. Тоже брючки там стоят по 200, по 300, по 400 баксов. И я вот выставила эти брючки за 55 или 45 долларов. Точно уже не помню. Так, что у меня здесь еще одна. Есть вечные вешалки. И потом я вам покажу, что много всего. Юбочка от фирмы Tarte. Ее я выставила долларов за 25, за 35. Вот такая вот простая длинненькая юбочка. И вот здесь у вас разрез. Очень красивая такая легкая простенькая pencil skirt. Я выставила, она у меня уже есть на продаже. И я нашла фотографию на модели. Очень красиво смотрится с каким-то там либо какие-то ковбой бутс, либо какие-то сапоги. Очень-очень красиво смотрится. Ну, конечно же, должна быть красивая фигура к этой красивой юбке. То есть должно все идеально, потому что она идет у вас по обтяжке. Окей, дальше переходим на следующие стопки одежды. Ralph Lauren размер 20w. Это oversize. Вот такие вот женские брюки. Взяла, потому что большой размер. Такой большой размер, мне кажется, я еще ни разу не находила, не выставляла. Так что, я думаю, будет хорошая продажа быстрая. Нашла несколько вещей от фирмы Massimo Duty. Размер на 9-10 лет. Вот такая вот детская вещь. Тоже хорошая, качественная футболка. Взяла ее J.Crew. 100% кашемер. Размеры extra, extra, extra small. Такая маленькая. Но она в отличном состоянии просто. Кашемер просто хорошие качества. Поэтому даже несмотря на то, что она 3 extra small, я все равно решила ее взять. Дальше у нас идет Lucky Brand. 2 extra large. Женская вот такая вот лосочка. Очень такая приятная. Конечно же, в стиле лаки. Очень хорошие качества. Здесь у меня что? Это Elle Albin размер extra large. Вот такая вот женская водолазка. Если мне не изменяет память, я ее нашла в Salvation Army. Долларов за 2-3. Я ее взяла, потому что она в отличном состоянии. Это также у меня есть Salvation Army. Это Winery Wineyard Wines. Моя фирма любимая. Это уже женская вот такая вот блузочка. Bofo Style. Может быть и не Bofo Style. Хорошие скидки были вчера в Salvation Army. Начну в Salvation Army вот такую вот футболку. Витни Хьюстон. Тур 87-го года. Она буквально мне там доллара 2 досталась. Здесь написано 2022 год. Витни Хьюстон. Я думаю, наверное, какая-то винтажная футболка от Витни Хьюстон и так далее. И сегодня я была с утра в Таргете. Если вам интересно, видео с Таргета на моем канале влогов. Наталья Майами влог. Переходите, смотрите. И я иду и смотрю там уже точно такие же футболки. Я такая, понятно, что за фигня. Я же нашла, я думала, что это винтажная футболка. Нет, они вот недавно распечатали и продают их в Таргете. За 12 долларов новую футболку. Так что какой смысл он имеет вообще? Нужно, когда я выставлю ее, попробую. Может кто-нибудь купит. Может кто-то не знает, что она в Таргете продается за 12 новое. Я не знаю, за сколько я ее выставлю. Нашла Лили Пулицы. Леггинсы. Размер medium. Они были примерно доллара 3. От Лили Пулицы я уже продавала леггинсы. Очень хорошо и очень быстро. Рассвет уже знакомы с ней. Так, вот это найковские шорты. Они с барахолки. В отличном состоянии. Nike Golf. Мужские просто шорты. Бермуды такие. И вот здесь вот. Видите, Nike лого. Долларов за 25 я выставлю. Нашла вчера пару вещей от фирмы Lululemon. Первая вещь, которую я нашла. Это вот такие вот штаны. Они называются как? Yoga Pants или как они называются? Точно. Сзади у вас есть лого. Такие штаны я уже находила два раза. Это третий раз. Но один раз были штаны. Второй раз были такие укороченные, как Capri Pants. А это прямо full size cargo pants, скорее всего. Большого такого размера. Я думаю, это размер 12-14 возможно. Потому что я не вижу размер. Внутри я по карманам смотрела. Единственное, что здесь есть недостаток у этих брюк. Это вот такая вот дырочка, которую я зашью. И вот именно такие модели. Такие Yoga Pants. Очень от Lululemon хорошо и быстро продаются. Так, здесь у нас Chaps Golf. Размер 40. Тоже мужские шорты. Я думаю, что они были даже в одном бине. Я тоже их решила взять. Видите, сзади написано Chaps Golf. Вкусненькие такие шортики для гольфа мужские. J Brand. Это из того магического бина, где было все барахло. Джинсы от фирмы J Brand. Это размер у нас 26. Такие простенькие. Возможно, что High Wasted jeans. И здесь у вас пуговицы. Не замочек внутри. Шорты. Так, что здесь такое? Фирма. Я не знаю, что за фирма. Body Glow. Я вчера пыталась вести это. Загуглить ее. И что-то мне другое вывелось. Вот он. Название фирмы. Body. Body Glow. Такие вот шорты. Adidas. Франские такие вот шортики. Шнуров поправить. Это у нас размер medium. Нашла вот такие вот пижамные штаны от фирмы Victoria's Secret. Тоже размер medium. Такие классные. Все уже я постирала. Они какие-то шторы мне напоминают. Но мне кажется, они такие удобные. Может, тебе их оставить даже. Посмотрим. Очень классные такие. От Nike я нашла вот такую ее премьеру. Шорту для тенниса. Юбка шорты. Внутри шорты. Еще одна вещь от фирмы Massimo Duty. Тоже размер 9-10. Они вместе были в отличном состоянии. Как новое. Это уже как полу-шорт идет. Очень хорошие качественные вещи. Еще одна юбочка от фирмы Nike. Размер large. И также есть внутри шорты. Долларов 15-20 за это я хочу. Это у нас шорты от фирмы Lolo Lemon. Это размер 6-й пол. Здесь ваше блоган есть. Размер оливка. Карман один. Один карман с боку есть и все. Так. Да. И внутри тоже у вас есть. Видите? Шорты такие. Так. И вот такой модели в первый раз нашла. Я выставила их примерно за 38 долларов. Дальше. Из того же бина. Размер 27-й. Джинсы. Фирма называется DL1961. Первый раз я встречаюсь с таким брендом. Я посмотрела и такие джинсы там похожие. У них продается за 200 долларов. 170-200 вот такие примерно ценные у этих джинс. И по бокам у вас видите такая есть блестящая полоска. Незаметная такая в принципе. Так я думаю, что они skinny jeans. И по бокам блестяшка такая есть. О, мне вот эти вот брюки нравятся. Это у нас J.Crew. Это размер 4. Может быть даже это vintage. Вот такие вот брюки. Скорее всего что-то high waist. Такие широкие они. Нашла майку от фирмы Gymshark. Так, ну и что, пару вещей у меня осталось. А мы уже заканчиваем. Простите, что я вас так долго сегодня держу. Вот она J.G.L. Это 100% лен. 2 extra latch. Женские брюки. Нашла их на свалке-барахолке. Если вы помните, я показывала в видео, когда я была в Salvation Army. Там были точно такие же брюки. Я сказала, смотрите, вот точно такие же брюки я J.G.L. нашла сегодня на свалке-барахолке. То есть за них я там отдала меньше доллара. Здесь они стоят там 7-9 долларов. Поэтому мне еще такие же не нужны. Так, и последняя вещь, которую я хочу вам показать. Это также со свалки-барахолки. Это такие вот джинсовые шорты от фирмы Wrangler. Это моя уже вторая попытка. Размер 33. Это вторая попытка подобрать фирму Wrangler. И в первый раз, когда я их подобрала, там были какие-то cargo shorts, что ли, не джинсовые шорты. И они у меня достаточно быстро продались. Я была так удивлена. И Levi's, и cargo, и Wrangler cargo shorts. И очень хорошо быстро продаются. Поэтому смотрите, ищите, подбирайте. Недорого многого из них не продадите. 12-15 долларов. Но в любом случае это быстрая продажа. Так, ну все. На сегодня все. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний обзор находок. Часть вторая. Спасибо большое за внимание. Не забывайте переходить на второй канал Наталья Майами влоки. И смотреть видео там от моей повседневной жизни о супермаркетах. О всяких других магазинах в Америке. И так далее. Ну и, конечно же, не забывайте ставить пальцы вверх, если вам нравятся мои видео. Всех с наступающими праздниками. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok